Всем с добрым утром, представляете, я яичницу ем за 100 рублей, пиздец, а не стою в очереди 50 минут, чтобы поесть яичницу нужно было 50-60 минут, блять, стоять и маты такие, вот, слушай, там, блять, вообще, блять, нож упырнешь себе в ноздрю. Кушаем, завтракаем, вот, у бани нормальное настроение, у Артема поносное, понос изо рта, как говорится, но ничего поднимется, или нет, дай хуй с тобой. Другие наши поездки, мы наебнули мне Face ID, мы наебнули колонку, очень смешно, Артем ее просто пизданул, мы сейчас ездили на Горбушкин-Горбушкин, двор, нихуя не починили, нихуя не сделали, ну да ладно. Другие дня сегодняшнего, наебали в аптеке, выпали зубы, не починили колонку, нихуя не сделали, просто полная дресня, взял кроссовки, размер не подошел, не мой. Знаете, взял кроссовки и размер не подошел, полная дюймовочка, блять, я просто всю жизнь, всю жизнь нашел 43 размер, а потом оказалось, что у меня 41,5 размер, представляете, блять, пиздец, да? Это я всегда на вырос брал, всегда брал 43, у меня даже 43, я помню даже 44 было, у меня нога 41,5, это я сейчас только понял, ты представляешь? Я думал, что это нормально, когда пространство в ноге есть, посмотрите, ебаная дюймовочка, скногодножка, я думаю, на лето вообще будет замечательно, понюхай, как пахнет, вкусно. Ями-ями, что бы вы ни говорили, вчера самолет не ебнулся, так что что угодно, пятница 13, самый лучший день, потому что вы все отвечаете на мою историю, что просто сегодня пятница 13, жди их, кошки в тебя пастут на рот, нет, все будет сегодня хорошо, да, Артем? Нет. Знаете, что у меня началось? Такого не было, ребят, то есть я кушаю, да, после любого приема еды, у меня кружится голова, пиздец, просто покружились, повертелись, захотел кайфануть, поел, покружились, погетели. Я вообще ничего не успеваю, вы что думаете, я обменял размер на один больше, и что думаете, он мне тоже, да ладно, карлица придвинется, вот у меня палец, ну ничего, разношу, как надеюсь, смотрите, они к этим штанам вообще подходят, мне нравится. Единственная радость, правда, на гампи сегодня нас пригласили вместе с Артемом на очень интересную тренировку, первый раз я вам вот все покажу, вам, наверное, также интересно, знаете, антигравити. Я вообще первый раз слышал и вижу, ну, то есть я как бы видел, но не слышал, ну, как бы, вот покажу вам, как и что. Надеюсь, антигравити это упражнение на воздухе, как я понял, я сам ничего не знаю, но вот, знаете, вчера у меня такое настроение было паршивое, вот сейчас я думаю, спортом поднимаюсь, как настроение-то поднимется, поднимется, ноги-то подуменьшатся, подуменьшатся. Ребят, посмотрите, это куда мы пришли, на антигравити. Девушка, вы нас повесить хотите? Мы сами сейчас повесимся. Очень круто, смотрите, какой вид. Отсюда, наверное, видно всю Москву, я первый раз спортом занимаюсь на крыше. Задняя, она должна хотеть упасть на пол, но мы ей не даем, потому что таз мы толкаем при этом вперед и вниз. Так. Должна вытягиваться задняя поверхность. Куда дальше-то? Ага. Переводи назад за голову. Ой, мама! Куда меня? А если он улетает из этих? Сейчас помогу. Все, держись, так. Тьфи! Ты что, туда? Короче, ребят, мы позанимались, это очень крутая штука, я всегда мечтал повысить ловкость, гибкость своего тела, потому что иногда так все болит, ноги кряхтят, спина болит. Это очень крутая штука, я еще раз обязательно сюда приду, с Артемом вместе придем. А еще посмотрите, какой вид, это просто. Отлично сходили на тренировку, потренировались, не тренировался, наверное, две недели, и такой я счастливый, ну как бы. Одно бы но. Я думал, что взял с собой две футболки, в одной занимаюсь, в другой переодеваюсь. Причем пришел, в том и позанимался, а охуел, что футболки нет. Иду в потном и вонючка. Ребят, всем привет, время 228. Чем бабка Камкадавра занимается? Бегаем. Траханьем, блядь. Беганье. Пиздец. Ребят. Траханьем.